Поздней ночью в одной из ночных клубов, расположенных по бульвару Кунаева, были вызваны полицейские и медики. В клубе произошла массовая драка между двумя компаниями. В разборке между гостями из Северного Казахстана и местными джигитами под удар попала и невеста одного из гостей. Она пыталась разнять дерущихся. Жених заявил, что его девушка беременна. Мою невесту, три пацана ногой финали в живот. Вот она поскоро уезжает, у нее кровотечение началось внутреннее. Она беременна? Она беременна. На каком месте? На третьем. А из-за чего началось? Кофлик начался из-за того, что они до этого начали ко мне придираться. Представляете? Я говорю, не лезьте. Моя девушка начала разнимать, они ее просто ногой плыли, я начал вступаться. Впрочем, последовшая девушка отказалась от госпитализации. Я ничего не хочу, я хочу просто забыть этот депутатный сон. Я завтра, может, сегодня по Москве, в основном поеду, я ничего не хочу. Они потом приют по вашему миру. Следственная оперативная группа собрала сведения о нарушениях в общественном месте. В пресс-службе ДВД Шимкента сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ведется досудебное расследование. Бдительный таксист помог полицейским задержать молодых людей, у которых был обрез. Произошло это в ночь с 8 на 9 апреля практически в центре города. Вот что сообщил нашей съемочной группе патрульный. Во время патрулирования к нам подошел мужчина. Он представился таксистом и сообщил, что недавно подвозил четверых парней. Он рассказал нам об их приметах. По словам таксиста, у одного из этих ребят был рюкзак, а в нем хранился обрез. Приняв сообщение, мы немедленно приступили к поиску подозреваемых. Спустя несколько минут по улице Жангельдина мы заметили их. В ходе дальнейшего досмотра был обнаружен обрез. При попытке задержания двое из четырех пытались сбежать, но попытка побега не удалось. Всех задержали и доставили в Альфорбийское районное управление полиции. Молодой человек заверил полицейских, что трое его спутников не имеют никакого отношения к оружию. Они просто не знали о нем. Мои товарищи не знали, что у меня в рюкзаке. Я оружие привез в села, чтобы продать его в Шимкенте. Покупатель живет в 18 микрорайоне. Зовут его Мурат. Оружие взял у парня по имени Саят. Конфискованное оружие передано следователю. Будут назначены соответствующие экспертизы после принятия процессуального решения. Ведется досудимое расследование. Дорожитранспортное происшествие зафиксировано на улице Адербекуа и Мадалюкожа. Здесь столкнулись автомобили Тойоты и Ауди. По словам очевидцев, автомобиль немецкой марки двигался по улице Адербекуа. Тойота выехала с улицы Мадалюкожа. Со слов очевидцев, один из водителей нарушил правила. Выехал на перекресток на запрещающий цвет светофора. Сейчас сюжета пострадавших нет. Автомобилям нанесен небольшой материальный ущерб. На место происшествия были вызваны сотрудники дорожной полиции.